ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я тебе еще раз повторяю, мегаполис не значит столица. Столица Турции – Анкара. Ну почему тогда, когда говоришь Турция, возникает ассоциация Стамбул? Всем привет, друзья! С вами Орел и Решка мегаполисы и мы прилетели в Стамбул, в столицу Турции. Вот за это мы тебя и любим. Ну что, орем? Решка. А ты знаешь, а я даже не расстроилась. Я тут найду султана, мы будем есть с ним рахат-лукум и я к тебе на вертолете вообще прилечу. Сейчас на рахат-луку моего сердца. Карту – Наташа. Я вообще-то Оля. До сих пор не запомню. Пока. Наташа. Оля, говорю! Сегодня мы прилетели не в очередной мегаполис, а перенеслись из реальности в сказку. Только в сказке Европа может встретиться с Азией. Только в сказке можно жить в резной шкатулке. Только в сказке тебя накормит волшебный горшочек. Только в сказке мужчины танцуют в платьях. В сказке под названием Стамбул. Бараны-кишки. Бараны-кишки. Тут открыли новый суперсовременный гигантский аэропорт. Когда он выйдет на полную мощность, станет самым большим аэропортом в мире и будет принимать 150 миллионов пассажиров в год. И мы первыми покажем вам это новое чудо света. Чтобы вы понимали, насколько он огромный, аэропорт обслуживает 350 городов и 150 авиакомпаний. Здесь работает 100 тысяч сотрудников, здесь 500 стоек регистрации, а длина линии багажа 42 километра. До центра Стамбула ближе. А еще здесь самая большая парковка в Европе на 18 тысяч машин. А скоро обещают достроить еще 50 тысяч паркомест и будет здесь автомобильный город. Как бы быстро я не бежал, я все равно не буду быстрее своего автомобиля. Феррари, тот еще зверь. Я дал ему фору, не особо и торопился. В Стамбуле живет 36 миллиардеров. Чтобы не ударить в грязь лицом, я арендовал новенький Феррари Спайдер. Знаете, сколько стоит аренда этого зверя? 2200 долларов в сутки. А если захочешь поселить его у себя в гараже, готовь 350 тысяч долларов. Если вы приехали в аэропорт Стамбула и не знаете, куда вам податься, то вам помогут современные технологии. Это интерактивный диспетчер. Нажимаете кнопку и на экране появляется сотрудник аэропорта. Добро пожаловать в Стамбул. Как я могу вам помочь? Ух ты, а я вас вижу. А я вижу вас. Так и начинается история любви. Я хочу узнать, есть ли здесь обменник без комиссии и как к нему пройти. Посмотрите на карту. Вы находитесь здесь. Идите прямо, поверните направо и затем поверните налево. Вау, вот это технология. Это будущее. Рада была познакомиться. И я был рад. Пока-пока. Это очень круто. Я такого не видела. Не знаю, даже в Гонконге я такого не видела. Здрасте, можно обменять деньги? Да. Интерактивный дяденька, конечно, не обманул. Комиссии здесь нет. Только вот курс за 100 долларов я получила 498 лир, а в городе этого было 560. Как вам разница? К новому аэропорту еще не построили метро. Поэтому бюджетный турист добраться до города может только на автобусе. Я выбрала 19-й автобус. Он отвезет меня прямо в центр Стамбула на площадь таксина. Вот это я понимаю. Вы видели общественный автобус, который с аэропорта в город возит? Чтоб тут был денег, тут можно подзарядить телефон, музыку слушать турецкую. Здесь можно сядь вот так. Я очень довольна. Не знаю, что там Антон, но по-моему у меня класс люкс. Стамбул хоть и мегаполис, но движение как в деревне. Все бегают куда хотят. Лезут без очереди. Отсюда и знаменитые стамбульские пробки. Хочется увидеть город как-то по-восточному богатым во всем его разнообразии. Но вот только все ковры самолета уже заняты и арендованы другими миллионерами. Ну вот парочку вертолетов наверное я найду. Олег какой желтый или синий? Тогда идем в синий. Систамбул агробный мегаполис протезонности 70 километров. Но больше поражают не его размеры, а то, что это единственный мегаполис, который находится сразу на двух континентах. Я пролетаю сейчас над Босфором. Именно он делит столбов на две части. Европу и Азию! Это было круто! Стамбул – необъятный мегаполис. Чтобы увидеть все его достопримечательности, обычному человеку нужно будет обходить его неделю пешком. А с вертолета можно собрать их все за час. Вот Голубая мечеть – главная мечеть Стамбула. Вот резиденция всех солданов – дворец Табкапы. А это Галатская башня. Башня Галатна – одна из самых древнейших в мире. А вот древний маяк – девичья башня. Вот дворец Далмабахче. Его построили уже в европейском стиле. А это древнеримский акведук Валента или по-нашему водопровод. А вот легендарная Ая София. Только что я сэкономил вам две тысячи долларов, которые вы точно пожалели бы на вертолетную экскурсию в Стамбуле. Скажите мне спасибо, а я скажу спасибо нашим продюсерам. Субтитры делал DimaTorz Субтитры делал DimaTorz Субтитры делал DimaTorz Осли! Совет. Не начинайте свое путешествие по Стамбулу на голодный желудок, иначе город вы не увидите. Вас возьмёт в плен запах сочной шаурмы, скумбрии в лаваше, бараньих стейков в пряных специях. Твою голову вскружит аромат медово-ореховой пахлавы. Ты будешь еле сдерживать себя, чтобы не наброситься на горячий хрустящий бублик Симит и не запить его крепким турецким чаем. Уличная еда в Стамбуле – это отдельный аттракцион. Здесь продавцы не столько хотят тебе продать кебаб, сколько впечатления. Пойду, впечатляюсь, впечатля… впечатлюсь. Внимание! Дальше голодным смотреть запрещено! Я начинаю гастрономическую экспедицию по Стамбулу. Первое блюдо, которое обязательно стоит попробовать в Стамбуле – тесте кебаб. О, соль горит везде, где упала. Поднос у вас горит. Подача странная. Блюда выносят в глиняном горшке на горящей соли. Красота! А что он делает? Разбили! Вы разбили горшок! Вы знаете? Тесте кебаб – это мясо с овощами. Их тушат 4 часа в закрытом глиняном горшке, чтобы сохранить аромат каждого ингредиента. Перчик, помидорчик, курочка, томатная паста и острый перчик. Навряд ли местные жители едят такое блюдо. Все это шоу для туристов. А это для турка. Просто будет какая-то разобранная шаурма. И я повелась. Но шоу красивое было. Как ни крути. Кстати, стоит блюдо аж 8 долларов. Наверное, в стоимость входит бой посуды. За следующим гастро-впечатлением идите на улицу Буиук по Стане в лавку Крал Кокореч и заказывайте кокореч. А вот и сам кокореч. Не то колбаса, не то жирнющая личинка… Бараные кишки. Бараные кишки. Это кишки? Кокореч – это потроха молодого ягненка. Сердце, легкие, почки и печень, туго обмотанные бараньими кишками, похожими на веревки. Все это месиво мелко рубят, добавляют овощи, специи и кладут в булку. Как ты думаешь об этом? Бараные кишки и делаешь из них мясо? Все турки очень любят бараные кишки. Бараные кишки – это номер один. Я делаю. Это моя фабрика. По вкусу это обычное мясо, но я вижу, что это кишки. Я вижу, вон дырки кишечные. Вот это мой, как обычно, нежный организм придирчивый. Имеет позывы выплюнуть это прямо сейчас. Выглядит очень аппетитно. Выглядит очень аппетитно. Нет, это реально вкусно. Не думаешь, что это кишки. За 10 лир меньше 2 долларов. По-моему вообще отлично. За сладкими впечатлениями топайте к стамбульским мороженщикам. Местное мороженое Дандурма – это целое представление. Мороженщик виртуозно жонглирует рожком, как артист цирка, и дразнит покупателей. Чтобы исполнять такие трюки, местные мороженщики проходят специальный курс обучения, как у нас клоуны в училище. За такое шоу даже и денег не жалко. Нет, вы знаете, жалковато как-то. Как-то назад заберите. Это мороженое очень сильно отличается от нашего. Во-первых, оно называется не мороженое, а Дандурма. Во-вторых, оно делается из козьего молока с добавлением муки из клубней орхидеи. Из клубней орхидеи делают муку, да? Уже информация шок. А тягучее оно такое, потому что в рецепт добавляют мастику, которую получают из смолы мастикового дерева. Оно такое, знаете, кислое. Кислое мороженое и тянется чуть-чуть, как будто ты ешь жвачку. Вот так. Стамбул такой шумный город, все кричат, бибикают, а шуши хочется закрыть. Кстати, на Е-каталоге видела такие классные вакуумные наушники. Одеваешь и кроме музыки ничего не слышишь. Как раз время их купить. Тут все четенько. Читаешь отзывы, сравниваешь цены и покупаешь. За всю историю Стамбула им управляли 10 римских императоров, 30 османских султанов, 80 византийских правителей и наконец-то один Антон. В Стамбуле представлены отели всех люксовых мировых сетей. Вы их уже хорошо знаете. Форсизонсы, Хаяты, Хилтоны. Но есть особенная категория для богатых арабских шейхов. Это какой-то другой мир. В таких отелях мы еще не останавливались. Внутри тебя сразу встречает восточная роскошь. Люсты Сваровских. Кажется, что весь отель высекли из мрамора. На входе встречают восточными сладостями. В переводе наш отель означает черный финик ажва. Я могу съесть ваш отель? Очень вкусно. В обычных отелях дают шампанское. А здесь, что вы думаете? Уплощаетесь, это цветная вода Зимзем, Саудовская Аравия, Смекки. Сияю благостью. У нашей самой дорогой есть самый хороший номер, называется Султан Люкс. Даже по названию мне подходит. Спасибо. Самый дорогой номер шейху обойдется в 3350 долларов или 90 тысяч гривен. В номере все сделано так, чтобы богатый арабский господин не чувствовал себя вдали от дома. Это же все резьбарочные работы. А? Как вам? Я знал, что Восток и люди Востока очень ценят комфорт и великолепие. Но тут они обогнали сами себя. Это просто грандиозно свой маленький собственный дворец. Пол в темных тонах, чтобы не отвлекать от красоты пестрых тибристских ковров. Причем ковры из шелка. Это даже можно понять на ощупь. Уникальная мебель из цельного дерева с перламутровыми вставками, изготовленная вручную дамасскими мастерами. Это старинная турецкая техника Сидевчилик. Взгляните на этот шкаф. Полностью. Ручной работы. Оцените резьбу. Таких дорогих шкафов я еще не ломал. В общем, спал султан в резной шкатулке. Если это то, о чем я думал. У них даже тапочки. Тапочки в отеле из кожи. Идеально подходят к луку. Идеально. Есть безалкогольные коктейли, а есть безалкогольные отели. Вот этот один из них. Ислам запрещает употреблять алкоголь. И чтобы не искушать своих правоверных гостей, в этом отеле нет ничего крепче апельсинового сока. Это лучшая из ванных комнат, в которых я был. Как тут красиво. Вот это я понимаю, вот это по-восточному богато. У меня собственная сауна. Кто за, проголосуйте. Фишка Стамбула в том, что бюджетному туристу тут не надо выискивать какие-то хостелы, что-то подешевле. Здесь он себе может позволить вполне себе нормальный отель. Видите? Хо-тел. Не хостел. Это не ошибка. В Стамбуле приличные отели стоят очень дешево как для Европы. Три звезды в центре можно снять за 20-30 долларов в сутки. Там же, где и отель Антона за 3 тысячи долларов. Не зря говорят, что Стамбул – город на холмах. Эй! Лифт! О, смотрите, резное дерево. Дверь красивая. У меня королевский номер. Огромная кровать. Посмотрите на эту спинку кожаную из дермантина. Посмотрите на этот телевизор. С камерой? Вы что, совсем? Кто лучше? Картина с золотом. А как там золото проверяет? Девятьсот двадцать пятый пластик примерно. Может быть девятьсот двадцать шестой? Непонятно. Туалет. Раковина. Принадлежности для мытья тела. Тапочки. Душевая кабина. И это все за 27 долларов. Вы представляете, я бы на эти деньги в Европе даже хостел с трудом бы, но, может быть, нашла. А здесь отель. Отель. Хороший отель. На фоне таких видов хочется позволить себе не просто ужин, а настоящее гастрономическое путешествие в прошлое. В Османскую империю. Султан Антон Мурат Сулейман II, чревоугодник великий, к трапезе готов. В ресторане «Зифиран» готовят блюда османской кухни. Проще говоря, еду, которую ели султаны во дворце. Щечки ягненка. Благодаря щечкам ягненка щечки Антошки станут еще объемнее. Щечки – самое нежное мясо молодого ягненка. В одном ягненке всего полкилограмма такого мяса. Щечки тушат с абрикосами, шпинатом, барбарисом и миндалем. Божественно, оно даже не тает. Оно растворяется во рту. Долма – любимая закуска султана Сулеймана Великолепного. Мы привыкли считать, что долма – это как голубцы, только обернутые виноградные листья. Но вообще это любой фаршированный фрукт, овощ. В данном случае это дыня, яблоко и айва. Рецепты османских дворцовых блюд держали в строжайшем секрете. И записывали в кухонные дворцовые книги на протяжении восьми веков. Долму с фруктами подавали султану на стол в честь больших праздников. Фрукты начиняли фаршем из рубленой телятины, риса, миндаля, сушеной смородины, розмарина и кориандра. Потом фрукты запекали и выкладывали на соусы с кураги. Очень необычный вкус. Понимаешь, что жуешь мясо, но когда доедаешь его, языке остается только привкус дыни. Еду султаны запивали шербетом. Теперь будете знать, что шербет – это не только мороженое. Так называли компот 12 века из фруктов и специй. Мне принесли самый дорогой – лимонный с шафраном. Шафран – это высушенные рыльца цветка крокуса. Чтобы собрать 100 грамм нужно 20 тысяч цветков. И цена за эти 100 грамм может доходить до 2000 долларов. Кажется, что в компот из сухофруктов добавили меда и еще 3-4 ложки сахара. Очень сладкий напиток для очень сладкой жизни. Есть города, в которых хочется задержаться. Стамбул такой. Надо хоть почитать о нем побольше. Так, пора в конце концов купить себе электронную книжку. И в дороге будет чем заняться. Смотри, сколько на Е-каталоге предложений. Мне это больше всех нравится. И цены приемлемые. Все. Покупаю. У стамбульцев особая любовь к кошкам. Они тут в буквальном смысле везде. Ой, какой котик. Поляка. Он мне сейчас вылежит глаз. Мне сейчас слижет всю гровь. Ой, он мне и румяна слижет. На улицах Стамбула хозяйничают коты и кошки. Бездомных котов здесь больше 150 тысяч. Откуда их столько развелось? Есть красивая легенда, что кошка спасла пророка Мухаммеда от ядовитой змеи. В благодарность пророк подарил кошке 9 жизней и способность приземляться на 4 лапы. С тех пор в мусульманских странах котов считают полусвященными животными. Не прогоняют из метро и даже разрешают заходить в мечети. Турки верят, что все кошки попадают в рай и могут рассказать Аллаху об их добрых делах. Поэтому каждый считает свои обязанности играть, кормить и поить бездомных котов. Видите эти домики? Это домики для котов. Их можно заказать совершенно бесплатно, просто позвони в муниципалитет и они вам их привезут. И сейчас Оля проверит, как хороши жилищные условия стамбульских котов. Привет, котик! Ну ладно. Приветики! Привет! Привет! Как дела? Мама кошка? Привет! Неправда здесь живут в этих домиках. Ну, честно говоря, корма как-то… Вода-то есть, но вот корма нет. Ну, не переживайте, мое второе имя Оля всех накормлю и сейчас я вам раздобуду еды. А где? Я найду сейчас. В самом центре Стамбула на заливе Золотой Рог стоит Галатский мост. Каждый день сюда приходят рыбаки, чтобы словить большую да маленькую. Смотри, словил большую. О, я-я-я-я! Это бедняга, дай ей воздуха! Ловить может любой, у кого есть удочка. Крупный лов рыбаки продают в рестораны, а маленькая рыбешка идет на корм котам. Ой, смотри, рыба! Я хочу, дай мне! Бедняга, бедняга! Мало того, что себя отметилил асфальт, еще и рыбы сожрут. Ой, коты. Коты, я вам принесла рыбы. Оля сказала, Оля сделала. Ой, привет! Оля и дрессированные коты. А, не царапайся! Опа! И нет рыбки! За постояльцем президентского номера на все время его пребывания закреплен Бентли. А я дурак приехал на Феррари. На моя Феррари стоит на 200 тысяч дороже. Поэтому еду на ней на следующее дорогое развлечение. Многие туристы приезжают в Стамбул, чтобы посмотреть на Тани Дживата. Но если у тебя есть золотая карта, ты можешь позволить себе кое-что более эксклюзивное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То, что сейчас происходит вокруг меня – это не просто танец. Это древний ритуал. А мужчины в белых юбках не танцоры, а монахи-отшельники – дервиши. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это сема – главный ритуал дервишей. Этот орден был основан в 14 веке Руми, известным мусульманским поэтом. Однажды он прогуливался по рынку и услышал стук молоточков. Этот ритм ввел его в экстаз. Он поднял руки кверху и начал кружиться. Ну а кто бы из нас поступил иначе? Дервиши могут так крутиться несколько часов без остановки. Руки мужчин подняты, правая ладонь повернута вверх, она черпает энергию неба. А левая повернута вниз, чтобы передать энергию земле. Танец дервишей – это медитация. Главная цель – войти в транс и освободить дух от желаний греховной плоти. Чтобы приблизиться к Богу. Очень величественный и грациозный, мы даже мурашки потерли. Чтобы быстрее войти в транс, дервиши наклоняют голову, придавливая сонную артерию. Если во время вращения хотя бы одна мысль пролезет в голову, монах потеряет связь с Богом. Я решил позволить себе не только индивидуальный ритуал, но и самому хотя бы недолго побыть дервишем, учитель. Дервиши танцуют в белом платье тенуры. В поясе и рубашке, а на голову надевают колпак из войлока – сике. На самом деле вот это платье тоже символ. Одеяние символизирует саван, а вот эта шапка – могильная плита. Мол, чтобы стать дервишем, нужно похоронить свое эго. Ну все, эго похоронили, можно танцевать. Мы крутимся на одной ноге, а второй – отталкиваемся. Чарт. Чарт. Давай, давай, давай. Крутиться вокруг своей оси – ритуал во славу вестибулярного аппарата. Воу, а куда, в какую точку смотреть? Крутиться вокруг своей оси – непростая задачка. Через 20 секунд начинает кружиться голова, а через минуту – подташнивать. Но так они делают в течение часа. Я, в принципе, все понял на одной минуте. Чтобы крутиться как дервиш, нужно заниматься целый год. Вообще здорово, это тебе и шоу, и ритуал, и микропроветривание, и крутая тренировка здоровья и вестибулярки. Спасибо. Видите? Вот то торчащее здание – это Галатская башня. И там есть смотровая площадка, и, говорят, с нее открывается потрясающий вид на Стамбул. Погнали? Для тех, кто не хочет подниматься к башне пешком, есть лайфхак. На станции Каракой есть туннель. Это подземный фуникулер. Садитесь в поезд. А вы ходите уже на самом верху. И остается только немножко спуститься к башне. Башня здесь стоит с 5-го века. Правда, она была деревянная. Каменной она стала в 14-м. И чем она только не была. И сторожевая, и маяк, и пожарная таланча, и обсерватория, и даже тюрьма. Какой же Стамбул красивый с высоты. Только в Стамбуле можно выйти на смотровую площадку и посмотреть не просто на вечерний город, а увидеть встречу двух миров – Европы и Азии. Они сшиты мостами. Они перемигиваются огнями. И поют друг другу песни Моэдзинов. Что-то стало как-то тихо в комментариях. И азии. Да! И азии. На второй день я решила проведать соседний континент. В Стамбуле абсолютно любой человек может себе позволить удивительное путешествие из Европы в Азию. А многие жители Стамбула вообще два раза в день с работы на работа. Фу, 2,60. Это же полдоллара. Запомните меня такой. Сейчас я в Европе. Встречай меня, Азия! Ну что, я изменилась? Ну конечно. За 7 минут 23 секунды. В европейской части Стамбула турист найдет все, что нужно – дворцы, развалины, башни, кафе. Азиатская часть похожа на большой спальный район с новым деловым центром и небоскребами. Что же тут можно посмотреть туристу? Новую помпезную мечеть Чамлыджа. Самую большую мечеть в Турции, на которую потратили 40 миллионов долларов. Здесь все по-новому. Даже экскалаторы вместо лестниц. Красота! Во дворе есть фонтан для омовений. Перед тем, как зайти в мечеть, верующие обязаны помыть руки и ноги. Одна из главных особенностей этой мечети в том, что весь мрамор, гранит, дерево, позолото не импортное, а собрано из всей Турции. То есть получается, что вся страна на мечеть скинулась. Молодцы! Как же выглядит мечеть 21 века? На первый взгляд ничего необычного. Есть арка Мехраб, которая указывает направление на Мекку. Вот Минбар – трибуна, с которой имам читает пятничную проповедь. На стенах мозаика, цитаты из Корана. Но вдруг… Вместо лестниц здесь установили лифты. И расписание молитв не на табличке, а на плазме. Помимо самой мечети здесь есть музей, библиотека, конференция, выставочный комплекс. И четыре этажа паркинга на 500 машиномест. И самое шокирующее, что все это под землей, под мечетью. 21 век. Традиционный турецкий завтрак – это чай и булочка под названием семит. Кстати, вот она. Ее еще называют завтраком пятника. Так что, Олежка, это твое. А у богатых свои причуды. Например, арендовать себе яхту, чтобы просто позавтракать. Доброе утро. Мы начинаем свой день с геркулесовой каши, а турки – с блюда каймак. Это очень жирные и густые молочные сливки. На самом деле это безумно вкусно. Такое чувство, что ешь плавленый сыр, который обмакнули в мед. Я не случайно выбрал для своей утренней прогулки Босфор. Это одна из главных достопримечательностей Стамбула. Пролив Босфор – это напоминание о самой большой катастрофе в истории человечества – всемирном потопе. Раньше на его месте были горы. Из-за землетрясения образовался разлом. Через него воды Мраморного моря хлынули в озеро, которое было на месте Черного моря. Тут был водопад в 30 раз превышающий Ниагарский по объему воды. И длился он 300 дней. Сегодня Босфорский пролив – это самая оживленная улица Стамбула. В год по ней ходят 50 тысяч судов. А еще на этой улице живут самые богатые стамбульцы – в особняках Яли. За моей спиной самый дорогой особняк в Турции – вот этот розовый. Он оценивается в 100 миллионов евро. В этом году шейх Катара купил его для своей второй жены. Великолепный век. Яма. Черная. Она же слепая. Она же бесконечная любовь. Все это не набор слов. Все это название турецких сериалов, которые снимали вот в этих декорациях. Турецкие сериалы захватили мир. Они сейчас переплюнули даже бразильские. Их смотрит полмиллиарда человек по всему миру. На прокате своих мыло-драм Турция зарабатывает 350 миллионов долларов в год. В Стамбуле все просто помешаны на сериалах. С каждого кафе на тебя смотрят портреты актеров. Их вешают владельцы, если знаменитость заходила к ним на кебаб. На съемку можно наткнуться прямо за углом. Друзья, это уникальный случай. Я нахожусь на съемках новой серии сериала «Яма». Вам это может ни о чем не говорит, но для местных мелькнуть в кадре – это повод для гордости на всю жизнь. Яма – мой любимый сериал. Сегодня играю пятую девушку на остановке. Надеюсь хоть одним глазком увидеть главных героев – моих любимых Ямач и Сену. Неудивительно, что в Стамбуле появился отдельный вид туризма – прогулка по местам съемок турецких сериалов. Это улица Вифа. Кафе Вифа Базаджаси. В этом кафе снимали сцену из сериала «Черная любовь». И я сижу за тем же столом, за которым сидели Ни Хан и Кемаль. А это антикварный магазин «Аксой Антик» на улице Водина. Да, это тот самый аукцион, где Кемаль и Ни Хан купили лампу. Тут была куча стульев, народ и шла активная борьба за лот. О, они купили такую красивую лампу, только поменьше. А эта локация – сакральное место для фанатов султана Сулеймана Великолепного и его жены Роксоланы. Мечеть Сулеймани. Тут снимались сцены сериала «Великолепный век». На самом деле создатели сериала не зря выбрали именно эту мечеть, потому что здесь похоронен настоящий Сулейман Великий и Роксолана. Вот тут, нет, вот тут, именно тут стоял сериальный Сулейман. Здесь он взял золотой ключ и открыл новую мечеть. Когда Роксолана умерла, Сулейман очень страдал. Он стоял возле ее гроба со всей свитой. Ему было очень плохо, но он стерживал слезы, потому что он великий султан. Но потом, когда тело начали опускать в землю, он не смог их сдержать. Так, это же было в сериале. Ну в жизни, скорее всего, как-то так тоже было. Правдоподобно очень. Там же все снимают. Этот ресторан принадлежит шефу Нусрету, мяснику, шеф-повару, ресторатору и интернет-сенсации. В его соцсетях больше 20 миллионов подписчиков. Его рестораны приходят Марадонна, Поба, Силья Бэтменов, Рональдо, Месси, в общем, все наши. Его состояние оценивают в 50 миллионов долларов. А критики ругают, что самое крутое в его ресторане – это как раз-таки шоу. Круто. Четко, быстро, все пальцы на месте. Легенда. Это очень вкусное, прожаренное, прекрасно сделанное, но по сути обычное мясо, которое можно попробовать и в других хороших ресторанах. Сто долларов, мне кажется, ну это дороговато для такого стейка. Друзья, с этого города мы прекращаем традицию прятать сто долларов. Вы представляете, сколько денег уходит на это? Я пошутил. Ловите координаты клада в Стамбуле. Улица Далабдере, Таксим, 79-й дом. Напротив бетонный забор, бутылка спрятана в плюще. Ко мне скорее зарплату урежут, чему берут эту странную традицию. Говорят, что на двух стульях усидеть невозможно. Но я понял, что Стамбул сумел уместиться и на двух берегах, и на двух континентах, и даже в двух мирах. А я хочу просто сказать спасибо. Дедушка Масу за вкусный лимонад. Дядюшка Крал, кишки были супер. Ребята, спасибо за удочку. Спасибо, Стамбул, за незабываемый уикенд. Не царапайся. Мне сейчас слижет всю гровь. Таких дорогих шкафов я еще не ломал. Вау. 21 век. Это было круто. Кишки. Давай, давай, давай. Назад заберите. Что-то стало как-то тихо в комментариях. Доброе утро. Века, lahiwa. — Антон! Ты, Антон! Как ты меня узнала? Как бы ты не менял внешность, я всегда тебя узнаю по твоим глазам, где ты был. Прости, Ольга, я жил совсем другой жизнью. Я возлежал на богатых перинах, я летал на воздушной машине, я вкушал восточные яства и впитал в себя всю роскошь богатого города. Как ты мог, пока я? Скажи, я должен это знать. Несмотря на все соблазны этого восточного, но современного города, несмотря на весь Рахат Лукун, которым пытались меня закормить до смерти, несмотря на кишки на вертеле, от которых меня пучат до сих пор, я всегда думала о тебе. Ну что же с нами будет дальше? Для начала ты извинишься перед кейп-поперами. Ну что же с нами будет дальше? Вы узнаете об этом в следующей серии в Мегаполисе. Антон, ты так классно играешь! Четыре курса театрального института за спиной. Красный диплом, мастерская завкафедры сценической речи. Я засел на Блиновой, заслуженный деятель искусств Удмуртии. Продолжение следует...